Персональный бренд – это ваш образ в сознании людей. Это то, как вас видят и воспринимают. Построение узнаваемого личного бренда открывает большие профессиональные возможности. И большую роль в этом играет маркетинговая программа. Программа создания и продвижения бренда по имени Я. Для окружающих мы уже являемся брендом, независимо от того, знаем мы это или нет, говорит эксперт по маркетингу Ольга Цапардей. Специалисты по персональному брендингу – это те, кто помогает строить вам образ и профессионально расти в том, что у вас получается лучше всего. Эксперт говорит, что очень легко придумать идеальный образ, но это краткосрочная стратегия, потому что вы не можете создать бренд из того, чем вы не являетесь на самом деле. Когда, в последнее время, ты спросил тебя, чтобы ты стоишь с тобой, и сказать, что мне нравится это делать, но я делаю то, что я хочу, но что я хочу, что я хочу, но что это моя пасида? То есть, что ты думаешь, потому что брендинг-то персонал строится на базе, и каждый из нас есть эту базу, только не имеет время для того, чтобы не было времени, и не имеет время для того, чтобы сделать это кончтентно. Создание личного бренда – важный aspect современного бизнеса. Создать образ точно рассчитанный на целевую аудиторию, выделиться среди других специалистов и стать лидером общественного мнения в своей нише. Поэтому спрос на эту услугу растет, тем более, что тенденции меняются по мере развития технологий. Когда-то среди самых популярных профессий были, например, фонарщик или часовщик. Сейчас модно быть программистом, менеджером, предпринимателем. Ании контенту. То есть, очень много генералов контент. И я referу на позы, на видео, на тексты баны, на артикуле для блога. Деянец, это очень много, который очень много, который уже много интересует... Что мы, создаваем, ноуа, по-разному, как-то интересен, это может быть и украина. Добавляю вас, на арте это, когда мы говорим о копейринге, о нейромаркетинге, который активируется на уровне креерии, не на уровне, либо в тихо, но на уровне само по-разному. Эксперты по инновациям говорят, что профессии будущего совсем другие, из области фантастики для ныне живущих. Например, экзобиологи, которые будут анализировать любую форму жизни в космосе. Виртуальные учителя или даже те, кто будет следить за архивом частной цифровой жизни. В будущем появится все больше неврологов нового поколения, которые станут помогать людям, зависимым от технологий.